Добро пожаловать на канал Neolife. Всех приветствую. И сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалютам. Так, Народный Банк Китая выпустил мобильный криптокошелек для использования цифрового юаня. Кошелек смогут использовать владельцы устройств на базе операционных систем Android и iOS. В предложении сказано, что оно находится в стадии тестирования и доступно ограниченному числу пользователей. В ноябре Банк Китая на выставке в Шанхай представил устройство, которое позволяет конвертировать иностранные валюты в цифровой юань. И устройство разработано к Зимним Олимпийским Тиграм в Пекине в 2022 году. Также еще новость. Партнер DeepL Trangla открывает платежный коридор в Гонконг. В этом году был огромный спрос на платежи в Гонконге и Trangla будет использовать гонконгскую систему быстрых платежей, запущенную его финансовым управлением в 2018 году для ускорения денежных переводов и международную платформу социального банкинга для создания трансграничной платежной магистрали. Теперь компании и партнеры смогут совершать быстрые и надежные платежи в Гонконг. Также еще новость. Бывший менеджер хедж-фонда Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision Рауль Пал считает, что к концу этого десятилетия рыночная капитализация криптовалют может вырасти в 100 раз. Он считает, что есть разумный шанс, что эта цифра сможет вырасти примерно до 250 трлн долларов. Он провел сравнение текущих показателей других рынков и классов активов, таких как акции, облигации и недвижимость, отметив, что все они имеют рыночную капитализацию от 250 до 350 трлн долларов. И это был бы самым большим ростом активов за всю историю за кратчайший период времени, считает он. Также IBM делает своих банковских клиентов на шаг ближе к криптовалюте. Так, 6 международных банков подписали письма о намерениях выпускать стабильные монеты или токены обеспеченной фиатной валютой WorldWire в платежной сети IBM, которая использует публичный блокчейн Stellar. Сеть обещает позволить регулируемым учреждениям перемещать ценности через границы – это денежные переводы или иностранную валюту – быстрее и дешевле, чем устаревшая корреспондентская банковская система. Платформа WorldWire имеет пункты оплаты в 72 странах, включая банки и денежные переводы, где люди могут отправлять или получать наличные деньги, сообщает IBM. И помимо выпуска собственных токенов, соглашение открывает банкам возможность использовать Lumen – родной токен блокчейна Stellar, который можно использовать в качестве промежуточной валюты, когда сложно обменять один тип фиата на другой. Кроме того, WorldWire мог бы поддерживать другие криптовалюты, но на данный момент поддерживается только Stellar Lumen, потому что финансовые учреждения отталкиваются от волатильности криптовалют. WorldWire может быть первым большим выходом для IBM и Stellar, также помогает то, что IBM поддерживает отношения с большинством банков на планете. И IBM сегодня является самым надежным валидатором в общедоступной сети Stellar, что означает, что многие другие узлы слушают его узлы о том, какие транзакции должны выполняться. «Посмотрите на приборную панель Stellar и увидите там валидаторы IBM», – сказал Lung. «Есть множество других, но все доверяют нам. Так что в модели консенсуса мы являемся своего рода большим якорем». Блокчейн подразделения IBM не только продвигает Stellar и стейблкоины между банками и регуляторами, но и изучает новую модель получения дохода с WorldWire. Так участники платят в соответствии с ценностью, которую они будут перемещать по сети. Вот как мы сохраняем наш доход от поддержки сети. И это само по себе является совершенно новым способом вовлечения индустрии финансовых услуг, которого IBM раньше никогда не делала. И совокупные цифры глобальных платежей довольно ошеломляют и составляют сотни триллионов долларов в год, совершаемых через границы. Таким образом, IBM намерена измерять деньги и взымать очень скромную сумму базисных пунктов стоимости. И подведя итог данной новости, я хочу сказать, что мы видим реальное применение и использование криптовалюты Stellar Lumen . Также еще одна новость. Гигант электроники Samsung открыл 837X – это виртуальная копия своего флагманского магазина 837 в Нью-Йорке. На платформе метавселенная Decentraland пользователям будет предложено исследовать игровую площадку для экспериментов и зарабатывать награды NFT, выполняя квесты. И Samsung присоединяется к ряду брендов, стекающихся в метавселенную. Постоянный виртуальный мир, в котором пользователи взаимодействуют как аватары, и мы видим, что крупнейшие компании видят свое будущее в метавселенной. Также еще вышел новый ролик фильма «Падение Луны», где Луна падает на Землю. И в нем я обратил внимание на то, что нам часто показывают шестиугольник. Как я вам уже говорил, данный шестиугольник означает планету Сатурн, а Сатурн является символом криптовалюты Stellar. Но в данном фильме главный герой стоит на таком шестиугольнике, а также есть корабль, на котором летает герой. И сделан он как логотип криптовалюты «Квант», которая также имеет шестиугольник в своем логотипе. Как вы знаете, есть выражение «Полетели на Луну», так говорят, когда криптовалюта пошла в рост. Если с Земли до Луны не полетят, то Луна сама пролетит к нам, на определенные криптовалюты, и в данном фильме есть знаки. Ждем премьеры, и возможно в самом фильме будет еще что-то интересное. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok